В любых ситуациях, Практически, да. И логика. Принимая важные решения в жизни, ты опираешься на сердце или на разум? На интуицию. Твоя главная черта? Я добренькая. А какая черта тебе помогает в профессии? Я добренькая. Твое состояние духа в настоящий момент? Интересно. Состояние молочный коктейль у меня сейчас. Пока ехала в студию, пила молочный коктейль, он прямо сейчас в душе здесь у меня. Поэтому состояние духа, как у молочного коктейля. Белое или черное? В зависимости от сезона. Почему Маргарита Сергеевна Дроздрова называет себя стихийной? Потому что... Потому что меня заносят разные стороны. Она говорит, справляйся со своей стихией. Ты как стихия необузданная. Свойственно ли тебе сгорать на спектаклях? Очень хочется мне сгореть во время спектакля. Хочется отдать все силы и не встать потом. Но страшно, что это будет перебор. Очень много получается на данный момент. Первый раз я выхожу в какой-то партии. Если я сейчас сразу начну сгорать, мне нужно время, чтобы я подприжилась, наверное, там. И как бы не рисковать. Я могу рискнуть. Но все вокруг говорят, что нельзя. И я доверяю, что нужно сначала начать ровно, наверное. Чтобы пламя потом разгорелось. Чтобы это было умное пламя. А не просто так. Ты горишь. Я отдаюсь вам вся. Посмотрите. А не видно. Нужно, чтобы это дошло до зрителя. Можно же ничего не делать. Просто стоять, но гореть. И вот это, мне кажется, самое такое сильное и горячее пламя. А не когда ты просто беснуешься по сцене. Но мне хочется делать это как в последний раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот ветер недавно в глаз надул, я заплакала. А так по-серьезному не помню. Но хлебом не корми, дай поплакать. Очень вкусно проходит. В профессии артиста балета возможно не думать о том, что тебя оценивают? Примут ли твое творчество, твое прочтение роли? Когда я танцую, я не думаю. Уже все, что тут думать, я танцую. Смотрите, да, как есть. Извините. Если будешь думать постоянно о том, что о тебе подумают, ты не будешь собой. Теряется твое, то, что ты хочешь сказать. Не всегда все будут согласны с тобой, ты будешь всем нравиться. Это нормально. Мне кажется, что интереснее, когда твое мнение не совпадает с другими. Тогда возникает дискуссия. А из дискуссии возникает, ну, рождается что-то новое. Идет прогресс. Если мы все будем соглашаться друг с другом и говорить, да, да, все хорошо, все молодцы, все правильно делают, то все будет стоять на месте. Ведь всем все довольны. И я не хочу нравиться всем. Это невозможно. Какое-то время назад ты мне давала интервью для Ля Персон. Да. И тогда ты говорила о том, что ты не уверена в себе, и все это видят. Да. Прошло какое-то время, ты прима-галерина, станцевала много новых ролей. Что-то меняется в тебе и в этом восприятии неуверенности? Ну, не могу сказать, что все поменялось. Просто, когда, конечно, я только начала выходить в таком статусе, у меня было супер ощущение, что я недостойна, что нужно что-то делать, чтобы хоть как-то выйти на этот уровень. А сейчас пришлось смириться. Вот так получилось. Что делать? Нужно работать в том ключе, в котором сейчас есть. Но я не могу сказать, что я от этого стала супер самоуверенная. Я думаю, что до сих пор все видят, что я не уверена. Даже сейчас смотрите, я не уверена сижу, себя чувствую. Ноги скрестила, руки скрестила и защитила себя. Я боюсь чувства одиночества. Мне кажется, все боятся. Не знаешь, когда вдруг станешь одиноким. Нельзя предугадать это. И, кстати, наверное, это и есть вот эта неуверенность, которую пытаешься скрыть. Наедине с самой собой тебе не скучно? Да. Мне кажется, я могу развлекать себя. Крестиком вышивать там. Чай попить люблю. Вот если делать нечего, мой совет вам. Чайку заварите. Прям бодрить сразу. А внутренний диалог ты постоянно ведешь? Нет. Иногда я думаю, что я просто сижу или лежу. И просто смотрю в одну точку. И у меня ни одной мысли. Неужели я такая глупая, что у меня даже мысли ни одной нету? Тоже люди, наверное, обо всем думают о чем-то. О высоком там. Да даже о низком. Не знаю. Я ни о чем не думаю иногда. Хочется подумать, а ни о чем. Я, может, не перегружаю свою коробочку там. Не знаю. Что места хватило на какие-нибудь важные вещи. Ты так честно отвечаешь на подобные вопросы? Например, когда я спросила тебя про книги, ты сказала, что ты не читаешь. Ничего. А кому я буду врать? Хотите, могу сказать. Я читаю всякую литературу, макулатуру. Читаю я иногда. Но суперудовольствие почему-то мне это не приносит. А я считаю, что должно приносить. Наверное, придет тот момент, когда я с удовольствием захлеб буду читать. Я этого жду. Когда у меня была травма, я читала постоянно, чтобы заснуть. К сожалению. Не знаю почему. Может быть, это не привито как-то с детства или еще что-то. Не знаю, с чем это связано. Но когда я начинаю читать, меня сразу быстро отрубают в сон. А хочется же это читать. И поэтому я не читаю. Мне не стыдно в этом признаться, потому что такая я. Не читаю ради удовольствия. Что тебя вдохновляет? Я уже как-то говорила, что меня вдохновляет вода. Как она течет, как она журчит. Переливается. Я не такая, как все. И ты не буди меня Из моего сна Пока я сплю Происходят чудеса Так что не буди меня Так что не буди меня Мой папа А вот моя мама река Я всю жизнь знаю И я буду спать Пока мой принц не разбудит меня Спящая красавица Я Я Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хочется добавить что-то от себя И наполнить Своими качествами персонаж Но Не добавить от себя Очень такая тоненькая грань Но я считаю, что Не обязательно Всем нравится В этой партии или в иной Если ты играешь отрицательного героя Будь отрицательным героем Оно не обязано быть красивым искусством Пусть оно просто Приносит какие-нибудь эмоции Оно обязано Трогать тебя Чтобы вот тут прям зашевелилось Что-то защекотало Заскрежетало, задребезжало Там нацарапало Не всегда же только от хорошего Иногда у тебя что-то Грустное, плохое, неприятное, омерзительное Но у тебя это как-то вдохновляет И я думаю, что Главная задача искусства Чтобы у тебя это Чтобы ты что-то почувствовал Для тебя искусство Это служение К примеру, ты танцуешь для зрителя Или для себя Вот Интересно Мне приятно сказать, что Я служу в театре Я не работаю в театре Но Я в то же время понимаю, что я это делаю Если мне сейчас запретить Я просто потеряю Процентов 70 удовольствия Которые я получаю в жизни Остальные 30 это еда Сон Чай Да Приятно, когда ты можешь это совмещать И я очень стараюсь это совмещать На что ты не пойдешь Ради достижения каких-либо целей Что-то потребует профессия Да на все пойду Сейчас еще скажешь, что я сделаю Не знаю Руководитель говорит Ради какой-то партии Надо с ним переспать Ну если он ничего будет, почему бы и нет Я не знаю Все зависит от ситуации Невозможно Так сейчас сказать Как бы я поступила Вот когда окажусь в этой ситуации Я вам расскажу Как я поступлю Ксюша, а ты живешь своими ролями? К примеру, возьмем такую сложную партию Как Жизель Ты с ней целый день живешь Думаешь, думаешь, обдумываешь Или ты работу оставляешь в зале Ну я стараюсь оставлять работу в классе Да Но иногда приходят какие-то идеи Совершенно случайно Как Не знаю Я зашла в лифт И кто-то еще зашел в лифт И тут мне почему-то В голову ударило Как я ромашку сорву Просто так Не потому что я это подсмотрела на улице А просто почему-то я это сейчас поняла И поэтому я не могу отделиться от работы Или я стою дома На кухне И какой-то сделаю совершенно бытовой жест И тут поняла, что я должна сделать так на спектакле Это же настолько естественно Иногда я просто прихожу И рассказываю что-то Даже могу рассказать про спектакль И это будет более естественно Чем я сделаю это в зале Там вся наша жизнь игра И мы вне актеры То же самое Мы все это переносим И мне кажется Чем более естественно это смотрится на сцене Тем это круто Музыка 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 Ничего Боюсь насилия А когда ты любишь, ты не чувствуешь себя уязвимой? Нет, я никого не люблю, я как хомячок, а я никого не любят Здесь и сейчас или долгосрочной цели? Я здесь и сейчас Надеюсь Ты чувствуешь, что ты управляешь своей жизнью? Или для артиста это сложно выполнимая задача? Нет, мне кажется, даже если я была бы в другой профессии, я бы не управляла Мною что-то управляет, какая-нибудь стихия, может быть Что-то движет, а я пытаюсь остаться на плаву Мне кажется, что когда я не знаю, что мне делать, я отпускаю плаву по течению И оно как-то само разруливается И когда я вижу, где этот поворот, я туда поворачиваю Или не поворачиваю Тебе твоя стихийность мешает или наоборот помогает в жизни? Иногда мне кажется, что мешает, но зачастую я стараюсь как интуиция верить И тогда ты чувствуешь, что идешь в правильное русло Нужно эту стихию направить в правильное русло Я пока этому учусь и надеюсь, что мне удается Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok